Председателем заседания был депутат от 12 округа Денис Куралесов. Присутствующим предстояло рассмотреть пять вопросов. Так, Вячеслав Седунков, генеральный директор МУП ККП, сообщил о необходимости повышения тарифов за содержание жилого помещения. Показатель предлагается поднять на 13,4%. Если мы говорим о том, что мы будем жить на меньшие деньги, нам просто надо будет для себя иметь понимание, что мы меньше услуг получим. Будь то выполнение мест общего пользования ремонтных работ, или это будут работы какие-то связанные с уборкой, с количеством персонала. Комиссии предложили рассмотреть повышение этих тарифов на дефлятор в размере от 3 до 4%. Эта рекомендация будет вынесена на сессию городского совета. Кроме этого, был рассмотрен вопрос предоставления нежилого фонда города в безвозмездное пользование под воскресную школу. Это конкретно помещение, ДДТ, первый этаж. Дом детского творчества. Однако, ввиду отсутствия информации от инициатора обращения о том, могут ли религиозные организации располагаться в детских учреждениях, городскому совету было предложено отклонить это прошение. Поэтому ставлю вопрос на голосование. Данный вопрос вынесен на сессию с рекомендацией отклонить. Что за планы обречетной комиссии? На рассмотрении комиссии были представлены вопросы о состоянии автовокзала города и перспективе замены лифтового оборудования в многоквартирных домах. В устной форме ответила заместитель главы Десногорска Юлия Галякова. В январе в службе автовокзала были проведены ремонтные работы. Это по электрике, сантехнические работы по открытию вокзала. И в данный момент, как только сейчас автовокзал определяется по открытию касс, автовокзал будет открываться. Непосредственно сами вопросы предложено отклонить, так как документы оформлены в неустановленном порядке и не отражают цели запроса как такового. Представите администрации, подтвердивайте все слова. Остальные все вопросы не имеют никакого отношения к депутатскому запросу.